Спонсор программы «Спортивный клуб» компания «Норникель». Добрый день! Это «Спортивный клуб» программа, в которой мы стараемся рассказывать о спорте по-человечески. Меня зовут Гор Георгиан, и вы узнаете о самых интересных спортивных событиях недели. Главная тема программы – регбийный Енисея СТМ сыграл мощный поединок в рамках Кубка Вызова с валийскими драконами. Герои программы – керлингистка и гольфистка Анна Веневцева, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Назирман Киев и чемпион Европы по карате среди ветеранов Александр Деменюк. Итак, Енисея СТМ в очень жестком и упорном матче все-таки уступил валийским драконам, но показал, что остальным европейским оппонентам будет нелегко. Наш корреспондент Регина Баймухаметова вместе с командой отправилась на поединок в Москву и видела, как ребята готовятся к матчу и как проводят свободное время. Обо всем, что осталось за пределами трансляции в репортаже из столицы. В большой регби игроки из детской команды «Слава» попали неожиданно. Пришли потренироваться после уроков и встретили действующих чемпионов России. Енисея СТМ на московском стадионе «Слава» готовится к матчу. После тренировки Алексей Щербань показывает, как обращаться с мячом. Не надо вот так подбегать, как вы сейчас. А надо вот так вот. Просто скажите, например, мой мяч или я, чтобы не было непонятно. Не надо еще прижать мяч к себе. Капитан команды Юрий Баранов вспоминает, как сам попал в регби. Учился в латвийской школе. Вначале хотел стать хоккеистом. Потом вместе с братом пошел на греко-римскую борьбу. Я занимался борьбой. И тренер по регби жил в моем подъезде. Александр Фишман, он сейчас в США живет. И он организовал при школе команду. И сказал, что, ребят, будете заниматься, поедите во Францию на соревнования. И все борцы ушли на регби. Вот так для себя открыл регби. Теперь красноярцы ездят играть во Францию, а французы в Красноярск. В первой игре Кубки Вызова на родине НИС СТМ уступил Бордо. В этом поединке собираются реабилитироваться. За тренировкой красноярских регбистов следят журналисты из агентства Франц Пресс. Говорят, в Европе команду заметили еще в прошлом году, когда тяжелая машина неожиданно для всех разгромила два британских клуба. Для нас это был большой сюрприз. Большой сюрприз, когда мы видели, что вот российские клубы, российские клубы, они играют в Еврокуб. И они не так плохо играют, они выиграли. Завтрашние соперники СТМ – Ньюпорт Гвен Дрэгонс из Уэльса. Год назад Енисей обыграл их в Краснодаре. Тогда игра завершилась со счетом 38-18. Но уже в следующем ответ на матчи драконы показали свой класс – 34-10 в пользу валийцев. На новую схватку в Москву приехали сильнейшие. Заставили мы все равно уважать себя. И уже такого нет, что привозят там какие-то вторые составы, а уже привозят свои сильнейшие составы, потому что у них есть уже горький опыт у этих клубов поражений. СТМовцы в столице уже три дня. Свободные от тренировок на поле время занимаются в зале и пробуют Black Star бургеры от Тимати. Вечером накануне игры – главное боевой настрой. Вначале вместе с тренером смотрят отрывки из игр с драконами. Потом мужской разговор, уже без камеры. Утро начинается с прогулки. Это ритуал, который помогает настроиться на игру. До начала матча 5 часов. Это время занимает установка, сборы, дорога до стадиона и разминка. Готовятся к игре и красноярские болельщики. Выиграли поездки на матчи с Бордо. В чемоданах сувениры с символикой клуба. Везут их специально для болельщиков из столицы по просьбе администрации клуба. Мы впервые привезли наш мерч в Москву. Хотя играем уже не первый год. Об этом нас спросили очень болельщики в инстаграме. И мы привезли два образца. Это новая шапка. У нее вот такой вот более интересный уже дизайн. И шарфик тоже, кстати, новенький. Ну, вот такой. Енисей чемпион. До старта матча остается 10 минут. Команды сейчас разминаются на поле. Букмекеры пока отдают преимущество драконам. Но разрыв не особенно значительный. Болельщики говорят, шансы 50 на 50. С самого начала Енисей запирает Дрэгонс на их половине поля. Кажется, что красноярцы вот-вот добьются своего. Но две грубые ошибки перечеркивают старания СТМовцев. Драконы выжимают максимум из каждого эпизода. На перерыв в команду уходят при счете 14-0 в пользу валийцев. Ребят, давай, беремся! Есть, беремся! Есть, беремся! Онлез! Онлез! На самом деле, губы ошибки. Губы ошибки просто. Ненужные, ненужные заносы. А так, пока мы давим, все хорошо. Я чувствую, что можем, можем и победить в этом матче. Хорошая игра, настоящий европейский уровень. Мы ради этого и ехали сюда. В начале второго тайма команды обмениваются попытками. У СТМа отличился Станислав Сельский. На этом стадионе ему помогают стены. Здесь начинал карьеру. Кукера поздравляет директор спортивной школы «Слава». Это друг моего сыночки, вместе играли в «Славе». Поэтому для меня очень приятный человек. Ну, сыночка моя. Меня из себя выросло с такого возраста помогало. Да, кормили горщикам, помогали жить. Гости приезжали, дома останавливали. Давай, мама! За Юрия Кушнарева болеют родители. Раньше с отцом, тренером и братом все вместе были в ВВА Подмосковья. Теперь все больше встречаются на матчах в столице. Обязательно на встречу везем. Что-нибудь вкусненькое. Сегодня ничего не привезли, хотим забрать его домой. Там ждет его ужин. Вот, любимый салат с калимарами. Енисей продолжает сокращать разрыв. Попытка за Антоном Рудым. Но дожать соперника не хватает времени. Счет матча 21-28 в пользу драконов. Несмотря на это, игрой своих подопечных Вакиль Валеев доволен. Реабилитировались после матча с Бордо. Мы выходили на матч в первую очередь, конечно, реабилитироваться перед своими болельщиками за то поражение, которое мы, в принципе, не заслуживаем. Потому что, если мы будем хорошо играть, как мы можем играть, то всегда будут упорные бои. И никто так просто не должен возить от нас очки. Этот кубок вызова для красноярцев третий. И три года назад игру с командами такого уровня наши рэкбисты называли космосом, говорит председатель тренерского совета Александр Первухин. Сегодня задача играть в этом кубке, играть вот такие матчи, получать просто большой опыт таких. И веру в себя, в то, что ты вот сегодня даже в России, ты себе можешь реально играть вот с одним из лучших в Уэльских клубов, которые относятся к элите. Следующий матч в кубке вызова Иниси СТМ сыграет 8 декабря. Опять же с драконами, но уже в гостях в Уэльсе. Красноярец Александр Деменюк стал чемпионом Европы по карате среди ветеранов. Этим видом спорта он занимается уже 25 лет и признается, что карате – это образ жизни, и все ему подчинено. Какие препятствия ему пришлось пройти и как ему в спорте помогает супруга, выяснил Никита Герасимов. Каждое занятие Александр Деменюк начинает именно с этого ритуала, чтобы полностью погрузиться в культуру Востока и с чистым разумом начать тренировку. Карате он занимается около 25 лет. Самое главное достижение – победа на чемпионате Европы среди ветеранов. Провел 4 поединка, все выиграл достаточно легко, а самое главное – не получил серьезных повреждений. Но в карьере Александр были и серьезные повреждения, которые напоминают о себе до сих пор. Я один раз проводил тамишевари, лед разбивал, льдины. И, конечно, неправильно, немного поторопился и ударил неправильно в льдину. Конечно, льдина сломалась, и моя нога сломалась пополам. Из-за этой травмы он выбыл на полгода. Восстановился, а через два года вновь сломал ту же ногу. Когда ты бьешь грушу – это одно, а когда ты становишься спарринг-партнером, ты боишься ударить. Я постоянно, до сих пор уже прошло лет, наверное, 9, и я постоянно, когда заступаю на соревнованиях в последнее время, я боюсь ей бить в полную силу. У меня до сих пор это еще подсознание, вот этот страх. Александр расценивает это как еще одно испытание. В карате часто приходится преодолевать себя. Недавно встал на четвертый дан. Были бои в общей сложности. Я отодрался 35 боев по 2 минуты. Ну, со всеми переходами и так далее. Это было 2 часа 40 минут. Тяжело в учении, легко в бою. Александр тренируется каждый день. Исключение – вторник. В этот день кросс и моржевание. Ну что, вводные процедуры? О, ос! Моржеванием Александр занимается уже 4 года. Уверен, оно закаляет не только тело, но и дух. На протяжении этих лет, я бы не сказал, что я там заболел, загрипповал. Бывает, что там насморк какой-то или горло болит. Но если горло болит, я утром встаю, сразу же лезу под холодный душ, принимая холодную ванну. Но утром, вечером, ну, как говорится, бабушка пошептала. Карате, признается Александр, образ жизни. Это понимает и его супруга Светлана. Вместе они уже 9 лет. Он меня пригласил на столбы, и мы пошли 16 километров на столбы. Он на костылях. То есть он не просто шел на костылях, он меня еще поддерживал, страховал, когда я забиралась на эти столбы. Ну, впечатление, конечно, произвел. Карате стало частью и ее жизни. Светлана ездит с супругом на соревнования, помогает в организации турниров в Красноярске. На года 3 активно везде ездила. Сейчас обстоятельства изменились. У меня есть работа. И, конечно, не так часто, как, возможно, хотелось бы, удается нам вместе куда-то съездить. Поэтому приходится совмещать мой отпуск. Вот, например, как сейчас съездили, отдохнули, заодно и подрались. Следующая цель – чемпионат Японии в марте. Для Александра, как и любого каратиста, важные соревнования – международный турнир на родине карате. А значит, это важно и для Светланы. Стартовал сезон керлинга, а сборная «Край» отправилась на первые соревнования в Новосибирск. Ее капитан Анна Веневцева – спортсменка, которая параллельно занимается и другим видом спорта, в котором тоже добилась значительных результатов. А еще она одновременно получает два высших образования. Как у нее это получается и что в итоге она выберет в нашем следующем репортаже? Полдень. Анна Веневцева на льду. Ежедневно тренируется по два часа. Завтра первые старты в сезоне – этап Сибирской лиги в Новосибирске. Несмотря на невысокий статус турнира, соревнования важны. Старт во многом задает тон всему сезону. В 22 года она чемпион России по керлингу среди студентов. Это пока ее главный успех в керлинге, и добилась она его в этом году. Керлингом занимается 5 лет. Выбирать вид спорта не пришлось. Отец и мать, соответственно, президент и вице-президент Федерации керлинга Красноярского края. Ну, нельзя сказать, что было какое-то такое прям влияние. Просто они занимались, я на это смотрела. Они типа, ну, а что ты, ну, как бы, если хочешь, давай с нами. Ну, как бы так было. Давай, давай. Ну, и я пришла, так и осталась. Начала уже серьезно профессионально заниматься. Анна почти никогда не отдыхает от спорта. Зимой керлинг, летом – гольф. Занимаемся зимой, в зимнее время. Здесь у нас тренерская. Это вот Мария Балекоева, которая выступала на Олимпиаде. У нас вот тут картина есть. Это у нас для отработки мини-гольфа. Это зал для отработки ударов. Гольфом она занимается уже 7 лет. И в отличие от керлинга сюда попала случайно. Родители не верили, что она серьезно увлеклась этим видом спорта. Отец говорит, ну, сходи, попробуй, спорим, ты долго там, ну, не протянешь. Говорит, наверное, это скучно. Ну, я пошла, меня на слабо взяли, вот в итоге уже почти 7 лет я в гольфе. Но Анна добилась значительных успехов. Например, завоевав бронзовую медаль на крупных международных соревнованиях в Казахстане. Признается, не разрывается между керлингом и гольфом. Что в гольфе, что и в керлинге важна очень точность. Важно очень следить за направлением, за траекторией движения. В керлинге камня, в гольфе мячак. Поэтому очень помогает именно вот эта способность видеть линию. Тяжелее всего в межсезонье. Приходится совмещать тренировки и по гольфу, и по керлингу. Но, говорит Анна, это небольшая проблема. Большая проблема совмещать спорт и учебу. Так как она максималист, то и высших образования получает сразу два. Бывает такое, что вообще у меня две сессии одновременно идут в двух университетах. Тогда это вообще катастрофа. Вот, поэтому, а как бы бросать при этом заниматься тоже нельзя. Поэтому очень часто я действительно между тренировками сижу на керлинге и делаю свои задания. Между двумя видами спорта Анна не может выбрать до сих пор. Хотя очевидно, что этот вопрос рано или поздно перед ней встанет. Тем не менее, ее главная цель в спорте – университет в Красноярске. А в программе которой, как известно, вольфа нет. Свою карьеру незаметно завершил легендарный красноярский борец греко-римского стиля – олимпийский чемпион Назир Манкиев. Почему он не заявил об этом официально? Как победа на Олимпиаде помогла его отцу? И почему он не стал бороться за вторую Олимпиаду? Первая часть интервью в рубрике «Разговор». Ты официально завершил карьеру? Да. Об этом никому не говорил? Ну, друзья все знают. Чтобы вот так объявлять, такого не было конкретно. Почему вы решили? Ну, я хотел красиво, может быть, что-то выиграть, уйти, да, но не получилось. А так, чтобы мастерский турнир выиграть и сказать, я ушел, короче, тоже неинтересно. И поэтому я как есть, так и потихоньку. Тяжело тебе далось? Много думал или решил уйти? Честно, я после Лондона уже потихоньку свои дела делал, там, так тренировался, что уже, не сказать, что очень сильно. Из-за того, что любил этот спорт, тренировался, но на сборы уже не ездил. А когда ты на сборы не ездишь, уже очень тяжело на высоком уровне выступать. Вот эти сборы, я не знаю почему, потому так просто пропало желание ездить на сборы у меня. Ты стал олимпийским чемпионом, призером чемпионатов мира и Европы. Но все это ты сделал до 2010 года. То есть до 25 лет после этого больших успехов не было. Ты это можешь объяснить? Ты думал над этим? Да, конечно. В 2011 году Поддубный я выиграл. Поддубный выиграл, должен был на Европу поехать. Связки порвал. Порвал связки, на Кубке мира боролся, да, на Кубке мира выиграл Байрамова. Которого на Олимпиаде? Да, на Олимпиаде. Венгера там выиграл, по-моему. Ну, и потом связки порвал, и до конца года я уже вообще не мог тренироваться. Операции делал, там, это. И уже мысли были, что я уже, наверное, уже не буду дальше тренироваться. Потому что уже хромал, ну, не мог нормально ходить. Вот так потихоньку-потихоньку начали, уколы ставили, один, два, три, не помогало. Ну, последний укол, вот в декабре, да, поставили, и она более-менее помогла. И я вот решил на подобный побороться. Ну, форму все равно не набрал, поехал, Семенову проиграл. И потом еще одному, это, папушка есть этому, четвертым только стал. Ну, вообще никакое, если честно. Мне надо было, когда вот связку порвал, надо было хоть что-то делать. Надо было тренироваться, на канат лезть, а я вообще отдыхал. И поэтому я, если честно, уже не успел восстановиться. К России, ближе к России уже за, там, через три месяца, по-моему, Россия у нас получилась. В России я уже подошел, ну, тоже пять Семенова проиграл. Ну, балл-балл мы боролись, да, вот по последней десяти я проиграл. Ну, если бы выиграл, может быть, на Олимпиаде можно было хорошо выступить. Тот же Байрамов, вот этот Венгер, они второй, третий, иранец тот же выиграл. Поэтому времени не было, чтобы восстановиться, хорошо подойти. А потом уже все, желаний такого не было, чтобы на сбор ездить, уже это. И вес поменяли. Гонять приходилось, да? Ну, вес гонять приходилось, и вот 55 же убрали, и все, 59 уже, ну, рост там, я и 55 был меньше всех, да, а 59 тяжелее стало. И желаний, вот это уже такого не было. Когда человек не голодный, да, он, желаний нету, да, тяжело ему. Голодный, это именно спорт, насчет спорта, да, голодный должен быть. Вот результаты, должен хотеть, вот это, мир, Европа, Олимпиаду выиграть, да. Когда уже ты ставил перед собой цель выиграть Олимпиаду, ты ее выиграл, да. А дальше уже тяжело. И надо было ставить чуть-чуть побольше, наверное, Олимпиаду, следующую выиграть Олимпиаду. Вот ты же понимаешь, как вот, какие себе цели ставил Сейтиф или Карелин? Вот как они выиграли, но продолжали бороться? Ну, если честно, они вот, это единицы, такие, наверное, да, вот, правильно говорят, рождаются сто лет. И я думаю, у них цели были, у них там все, у них там команда хорошая была, мне кажется. Тренер, много чего зависит от тренера, там. Вот у нас как, примерно, вот Миндейшвили, он захотел, чтобы, да, вот, трехкратный, двукратный, он у них воспитывал, вот так шел. А Гамзин, наверное, ему главное было, чтобы Олимпийский чемпион у него был. Как можно больше, я думаю. И он так сильно меня не настраивал, что там, двухкратный, трехкратный, вот это, в то время, да. И, наверное, я из-за этого и расслабился. Надо было, чтобы вот за мной люди стояли, говорили, надо, надо вот это, надо вот то делать. И когда такого нет, то тяжело. Ты вот сейчас об этом говоришь, и кажется, что жалеешь, что такого не было. Есть такое дело? Да, конечно, конечно, есть такое, конечно. Ну, жалеть, как, то, что Всевышний дал, я и так доволен. Но я знаю, что можно было еще лучше сделать, можно было, вот, если бы был, был хороший, там, да, вот, был Беслан Чагиев, да, он в борьбе очень сильно разбирался. Понимал, каждую ошибку, вот он. Ты про кого говоришь? Чагиев был, чемпионом Европы. Ну, сейчас, а, нету его. И вот такой тренер, который, да, всегда рядом, всегда вот это, да, подсказывает, это вообще много чего значит. А у Гамзина много учеников было, не хватало? Да, у него много учеников, у него на всех времен не хватало. Он там, тут, это, когда везде, он же за собой не успевает следить. Ты уже чемпион, надо других молодых, там, это, это, там, команду создавать. Поэтому у него не получалось. Но, тем не менее, Олимпиаду ты выиграл. Победа в финале над Байрамовым самый счастливый момент в твоей карьере. Спортивный, да. Да. Помнишь эмоции свои? Конечно. Ну, честно, я скажу одно, я первый раз, когда я Россию выиграл, даже не то, что Россию, по-моему, выиграл, или вторым стали выиграл, вот тот день я не мог заснуть. Вот это я понял, тогда сильно обрадовался. Вот на Олимпиаде я уже, как бы, уже 60%, 50% уже был уверен, что я выиграл, уже ожидал это. И эмоции уже, ну, поменьше было. А вот первый раз, когда Россию выиграл, я поехал туда вообще, по молодежке ничего не выиграл. Первый раз поехал на Россию, не ожидал, короче. Настрой очень сильный был. Но я намного слабее был всех спортсменов, которые там, да, потому что я и по молодежке тройки не мог попасть. А там чемпионы Европы, чемпионы мира по мужикам все борются. Ну, так получилось за счет характера, за счет желаний, да, огромной. И хотел доказать тренерам всем, что я могу там что-то, ну, выиграть, тройку попасть. И вот так тройка, вторым стал я. Ну, и в финале там бал-бал проиграл. Вот это, я помню, вот сильно радостно было, потому что никто не ставил на меня. Когда ты выиграл Олимпиаду, выиграл финальный поединок, помнишь, что у тебя в этот день было после вот этой победы? Чем ты занимался? Так получилось, вот, я выиграл, потом сразу мой близкий друг выиграл, Истамбек Альбиев. И мы сразу, короче, радостные такие, там, после награждения, там, честно, вот, везде телевидение нас таскали. И потом Боско этот дом, русский дом туда возили, там, потом за нас там этот Сан Саныч Карелин говорит, спасибо вам большое, что вы нам дали повод выпить, короче. Ну, первой золотой же было, никого не было. И вот, вот эти моменты, все, картинка вот радости, вот это, интервью, все там хотели шуткаться, видеть. Вот, у тебя же папа строгий был, он тебе что сказал? А? Папа, у тебя же строгий был человек, он тебе что сказал? Он позвонил, уже при встрече уже разговаривали? А, нет, папа, когда я уже домой приехал, уже, он в это время в больнице был, ну, в больнице лежал. Честно, очень сильно болел он, ну, и спорт очень сильно любил, поддерживал нас, да. И вот, когда я выиграл Олимпиаду, от, наверное, от хорошей эмоции, да, вот, от радости, он, короче, выздоровел. Ну, не сказать, что полностью... На поправку пошел. На поправку пошел, короче. Ну, к сожалению, в 2013 году папа не стал, но до этого времени, вот этими радостными, этими моментами он, короче, вот, уже жил. Это были самые интересные, на наш взгляд, спортивные события недели. Увидимся в следующую пятницу в 12.00, и вы узнаете о спорте больше. Удачи! Спонсор программы «Спортивный клуб» компания «Норникель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова